Быстро отпускай. Понял? Отец наш небесный, Хвала тебе, Слава! За чудный день, даруемый нам для отдыха, Святая Суббота, Это твое воскресенье, когда ты творил все новое. Благослови наше занятие, Вникнуть в слово твое, которое ощущает, Наставляет, приготовляет к испытаниям. Ты сам сказал, Дух Святой придет И обличит о грехе, О грехе, что не верует в тебя. Ибо все грехи проистекают из неверия. Дай нам крепкую веру, страх пред тобою, Ожидание суда Божия. Благослови братьям наших, Патриарху, епископам, священникам, паспе, Даруй духовное рождение и водительство Духом твоим святым. Благослови правители, дай им страх твой святой, Дабы они знали, что за все придется отвечать. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. По славу Божию. Вот так. Дай, чтобы здесь нигде не нажми только. Цифры все время бегут вверху, видишь? Он меняется. Генотехнич, звонила Нина Жолнирова. Так. Она просила перезвонить. Перезвоним все, расскажет как. Давай. Нина Жолнирова, это наша сестра, Нина Александровна. Она в Грибрихинском районе, село Клочки. И там священник, ну обычно, бывает как-то иду сходную. А это нет. Он совершенно необразованный. Да по-мирски никакой, говорит. И вот Ерица ее выгоняет. Батюшка сказала, что она сказала, что меня настоятель. А я говорю, ты не говори этого никому. Ты говори, как святые говорили. Я грешна. Я грешна? Нина Александровна. Я настала говорить о других. Там это что лучше что-то. Я слышу. Заходи, Нина. Она говорит, нет. Настоятель сказал. Подождите, подождите минутку. Я сейчас включу, все, чтобы слышали. Давай. Говорите. Да, да, да. Поговори. Говори. Всем добрый день. Ну? Слава Христу. На службе была. Только я сегодня, придя в приктор, приготовила место для молитвы, обиходила икону, протерла букет, поставила, приготовилась к молитве. Семь минут уже моих прошло, которые подготовительные. И вдруг открывается дверь, но я слышу, что там за дверью разговор идет, речь. И такая активная. И потом вдруг открывается дверь, и люди все выходят из храма. Выходят ко мне в притвор. Все встали вокруг меня и просят. Нина, нам запрещают молиться. Пока ты не уйдешь. Если ты не уйдешь, то мы должны закрыть храм. Батюшка сказал, чтобы мы храм закрыли. А одна женщина стоит и говорит, так ты, Нина, попроси епископа, ты сама к нему съезди. Я говорю, меня епископ уже благословил. Так он, наверное, батюшка не знает. А Зина говорит, знает батюшка. Он уже везде позвонил, со всеми уже поговорил. Ну и вот и сказал, чтобы закрыли храм. Если я там нахожусь. Я говорю, вы знаете, я не смею вас задерживать, чтобы вы вот так вот не опускали глаза стыдливо вниз передо мной. Они все так опустили глаза. И кто-то говорит вслух и уговаривает меня выйти из притвора. А кто-то молча, но глаза стыдливо опустили. Я говорю, чтобы вы не опускали глаза стыдливо. И чтобы я на вас не смотрела со стыдом. Я говорю, я знаю, что Господь когда-то откроет мне эту дверь в храм. Я не знаю только когда это будет, но это будет. Я в это верю. Я говорю, а сегодня я выхожу, но я буду за вас молиться. И прошу ваших молитв обо мне грешной. Я вышла из притвора на улицу. И полтора часа, пока шла молитва, сегодня без батюшки, но молились люди-то. Я вышла, и пока там шла молитва, я молилась на улице. Конечно, сегодня неблагоприятное утро такое, холодное и сырое, влажное. И я, конечно, за полтора часа маленько протрогла, замерзла. Но когда вышел, два раза выходил. Рафаил там есть у них такой. Он один раз выходил в сей день службы. По своим делам он курящий выходил. Он выходит во время службы. И потом он возвращался туда. Может быть, он и сказал, что я никуда не ушла, что я стою. А потом опять же дверь открылась. Это уже в конце полтора часа прошло. Опять же Рафаил вышел. И с ведрами. Я говорю, служба закончилась. Он говорит, да, закончилась. Я говорю, слава тебе, Господи. Свершила поклоны. Ну и пошла домой. Ну и хорошо. В следующий раз не выходи из притвора. Нужно, чтобы они тебя вытащили за ноги. Побили камнями и за городом бросили. А тогда ночью Господь потрясет этого в стемницу. Ты 19 главу Деяния апостолов считай. Через тебя Господь может начать пробуждение. Ты не еди на поводу у них. Они сказали, они не выше архиерея. Ты стояла, не разговаривала, ничем не нарушала. В притворе. Они из притвора выгоняют. Храм им не продлежит. Храм Божий называется. Ты устава не нарушала, ни с кем не разговаривала. И, Сергей Тихонович, люди, которые это делают, они совсем ничего не знают. Это не важно, что ты знай. Тебе за них не отвечать. Слушай, сейчас мы занятия будем вести, разговор прекращаем. На будущее, как я тебе говорил, не уходи. Ни под каким видом, пока они тебя не побьют и не вытащат. Это притвор. В притворе не имеют выгонять никого. Ты не отлученная, ничего. Стоять на дожде там тебе не надо. И из храма никто не имеет права выгонять. Но я тебе сказал, батюшка, они говорят, а мы находимся в послушании. Ну все, все, ладно, ладно. Только одно помни, ничего не говори на батюшку. А молись за него и говори, я грешная. И на этом все. Все, я грешница. Запомни, два слова говори. И никуда. Пока служба не кончится, из притвора никуда. Будут звать в храм, не ходи. Стой на месте, скажи, это мое законное место. Так они закрывают храм на замок. Ну и пускай закрывают. Закроют и молись. Я тебе сказал, ты уже нарушила. Они закрывают храм на замок и уходят. Люди-то этого не понимают. Это не важно. Ну и ты вышла со всеми. Они пошли домой, а ты у храма стой и молись. Тебе программа дана. Будешь делать по-другому, значит, будешь поражена. Тебе надо только молиться стоять. В притворе твое место выгонят, стой на улице. И каждый раз, чтобы они тебя вытаскивали. Поняла? Все на этом. Ты нарушила, теперь помолись об этом, чтобы Бог снял с тебя вину. Отошел. Здорово. Это Господь так сделал. Их никак не пробудешь, а это уже настолько вопиющая боль, где известно очень широко. По-другому нельзя никак. А вы можете походатай стать перед епископом Сергием, чтобы он вызвал вот этого священника? Зачем? Не надо этого делать. Молиться. Ну что же молиться? Так, я сказал, я спорить не буду. Ты слушай, что я говорю, вы это обмозговываете, записываете, а потом будете обсуждать уже. Ей не надо ничего делать. Только стоять и говорить, помолитесь обо мне грешной. Вот. Можете сказать, я грешный, или помолитесь обо мне грешной. Больше ничего не надо. Это и жития святых. Бог берет заботу о ней. Ходатайствовать не надо. Батюшка епископу сказал. Она сама подошла, сказала, меня не пускают. Он благословил ее, положил руки на нее и говорит, благословляю ходить в храм. А не епископа не причиняю. Тут вообще, то есть уже зашло, кверх ногами телега стоит. Телега впереди лошади зашла. Вот эту злобу их выхорщевывать Бог будет. И все. Не надо ничего делать. Тут ваша сила сидеть спокойно, Господь говорит. Сидеть спокойно. А мы начинаем дергаться, ходатайствовать. Не надо, уже ходатайство прошло. Нам не храм нужен, а Христос. А где такая злоба Христа-то нету? Христос там не пребывает. Дом сей пуст. Он сказал, пуст. Там ничего нету в этом доме. И ей надо только молиться. А через нее теперь Господь, епископ, освященник отронет. И может все возобновиться. Она ни с кем не разговаривает. Никакого ложного учения не несет. Она не отлученная от церкви. Она была сейчас на службе на литургии у нас. Она не выходила никуда. Она не отлученная. И что-то там сказал ей священник что-то. Мы знаем вашу жизнь личную. Она говорит, а какую? Он сразу попятился. Да нет, я просто так сказал. То есть если бы за ней что-то было, они бы ей сейчас грязью в глаза залепали. А ничего нету. Нету. Вот он и обнаружится грех. Грех-то сидит там. Там внутри. Мы когда были там, старост у них был. А наши люди там были. А он как матерился. Матерился. Прямо вышел и... А если он там стоит и говорит ему, что-то материшься-то. Пошли вы там. И помер нету. Здоровый, крепкий мужик, как дуб был. Его нету. Бог вступается. А если бы я его пальцем тронул, что бы тут было-то? Никто не трогал. Он помер. У нас потеряевки этот дом, в котором сейчас ночуют. Гостиница-то. Милиционер был. Какие пакости писал. А он подполковник Ленинского района, дружинник Геннадий Петрович. А я у них занятия вел. Я когда сказал, что он сквалышник такой и здесь такой был. И, наконец, он у меня друг Чернов, генерал-лейтенант милиции. Генерал-лейтенант, большое звание. Он только сказал, что это не прошло, его чуть не арестовали. Возвели уголовное дело против начальника милиции. Его оттуда снимают, за него уже Вальков будет. И стрельников там было, их подали. Квартирами там это, которые давали милиции, наторговали. Его нету, он остался один. И никого нет. А у него друг там, в Ленинском районе, прокурор Широков. Это ничего не значит. Я иду к своему другу, пораскуну, прокурор края, генерал-лейтенант. И он, все, его нету. Следователь оставит, следователь его руку гнет. Одно слово есть, следователя нету. И, наконец, все выиграно. Ничего не надо делать, только молись, молись. И тогда следователя назначили, она работала психиатром. Но я вижу, ее обстановка непростая. Можно к вам туда прийти? Я говорю, можно. А можно я возьму с собой сынишку? Санюшка, можно. А можно я с кем-то побеседую? Я говорю, выбирайте любого. Она побыла? Тут пообедали мы как раз. Она вышла. Я говорю, а что вы ни с кем не беседовали? А что беседовать-то? Я вижу, одна большая семья. Дружная семья. Я говорю, а вы ребенка моего не возьмете в лагерь? Ее-то направляет как против. А что получилось из этого? Мамонтовский точно так же побылает тоже. А ребенка возьмете в лагерь? Она увидела такое и написала не юридическим языком, а пишет отчет прокуратуры края и на меня. И дети в лагере чувствуют себя прекрасно. Я говорю, так это не юридический язык. А не могла удержаться. Вам прокуроры Жабина и Лена. Я называю все имена мамонтовского района. А что я делал? Ничего не делал. У меня ни знакомства с ней не было, ничего. А она уже приклеилась. Она другая, чем она приехала. Почему? Бог. И здесь не на только стоять. Молчание, опускай голову, смиренно. Ты за собой знаешь другое, чего мы не знаем. Ну да, ну вот и молись, стой там. Что тебе в церкви-то делать? А причаститься ты приедешься, а вот причащаться там не будешь. А вот через это там, архиерей-то, ему Бог даст бессонную ночь. И он спросит, и как с той женщиной? Да не пускают. Как? Да я же сказал. А вот теперь разговаривать будет он уже не с нами. Один щелчок архиерея, священник, а там не будет. Ну а я-то дам знать, что они-то вытворяют, священники, это патриархийно, это будет очень далеко известно, очень. И не когда-то, а завтра. Потому что что мы говорим, все выставляется, что она говорит, а это мы имеем право, мы свободные люди. А если вы ее там запустили, она стояла, разговора не было, и говорить не о чем. А зло живет внутри. А священник-то что с ней говорит? Поговорит-то. Он чувствует, что угли под ним разгораются. А сколько там и время займет? Один Бог знает. Нужно Богу довериться. И Он поведет тебя, и говорит, ты как? Десяти тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизить. Ты только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ну, считали? Да. Ну, залом, читай теперь. Цифры бегут. Все время наблюдаешь, чтобы не тряслось только. Там он, тем подойди, как снимает он. И всех вокруг отведи. Чтобы восстановить мысль предыдущего занятия, я прочитаю несколько стихов на предыдущем занятии из 8 главы. Последние стихи. 8 глава 2-го послания апостола Павла Коринфянам. 9 глава 2-го послания апостола Павла Коринфянам. 10 глава 2-го послания апостола Павла Коринфянам. 10 глава 2-го послания апостола Павла Коринфянам. 9 глава 1-й стих. Так зачем? Ты сначала по этому порассуди. Ну, я просто прочитал, чтобы была связь с 9 главой. Сейчас мы... Сейчас ты рассудите. Мы получили это послание. Первый раз мы слышим его. И что из этого послания можно узнать? Брата всеми прославляемый за благовестие. А кто это такой? Мы-то теперь знаем кто. Да. О ком говорит? О тите. А? О тите? Тит. 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 Еще с ним брат был. Брат похваляемый за благовестие везде. Он впереди. Что касается тита, это мой товарищ сотрудник. Так, дальше. И сотрудник у вас. А что до братьев ваших? Это посланники церквей славы Христова. Дальше. Ну-ка. Видите как вот. Просчитали. Ну, не остановились. А надо остановиться. Мы первый раз это послание слышим. Забудьте, что знаете наизусть все. С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовестие. Вот, вот, вот. Это не о тите речь идет. Тит. Это отдельно поменет. Брат какой-то, который во всех церквах похваляемый за благовестие. Куда они придут, этого брата все хвалят и хвалят. Какой был благовестие. А кто он такой? Кто? Одни разумеют Луку по причине Евангелия им написанного. Так. Другие же Варнава. Так как апостол и неписанную проповедь называют благовестованием. Вот все. Два человека попадает под он. Сколько? Потому что Варнава его был друг. А Лука ходил как сотрудник и написал Евангелие. Евангелие это есть благая листь. И он везде похваляемый. Он расширил так, что ни один из трех евангелистов других не написали то, что он. Но притча, возьми, обогащая Лазаря, она только у Луки. И что вот он находился, Христос там, где в вислях пели ангелы. Это никто не написал, только он. Таких притч много, которые никто не описал. И поэтому люди очень радовались, что он написал. И вы это знаете. Когда вы где-то благовествовать будете, это отрождится далеко. Я работаю на работе, старший в охране. А у нас работала Валя Шитикова. Некоторые ее знают. И она, а мы, контора, как старушка, снабжали элеваторы края все. Людям-то далеко ехать. Угловский район приезжает. Ночью случаются. Документы проверяем, запускаем. Вот старушка с той стороны, к ним заход есть. Там они ложатся. Для них приготовлено спать где. Ну, за насадушки-то. И она с ними беседовала. Ну, вот она уволилась, ушла. А я про это не знал даже. А мужчины приехали. Говорят, который раз приезжаем. А где вот эта женщина была? Она нам столько о Боге много рассказывала. То есть она похваляемая за благовестие была. Она ничего не могла сказать больше. Жизнь ее была, как у самарянки. Это пять есть. Говорят, это тебе не муж, а не важно это дело. Она все это прошла. И она воссияла благовестием. Она благовестовала в КГБ везде. Куда ее вызывали? Она везде благовестовала. Нашла своего мужа, который ее оставил. Призналась, что в этом она виновата. Виновата, где-то не слушалась. И ему засвидетельствовала. Брат работает в милиции. Она ему засвидетельствовала пошла. Она шла и везде была похваляемая за благовестие. У ней был дар этот. Я написала архиепископу письмо, как местонастоятель. Все зажал и не проповедует. И ее письмо для слова Божья не тус я поместил. Там найдете. Вот как. Там ивенгалист Лука, а здесь Валентина. Валентина это означает сильная. Она сейчас больная, она сильная. Давай. Похвалят нас или нет за благовестие. Да. Вот здесь была ремарка. Игнатих началась. Ремарка ваша к этому стиху. Давай. Слово благовестие и есть Евангелие. В проповеди главная цель. Привести человека ко Христу. Вот за это и похвала от Бога. Вчера ко мне заходит, я разговариваю по скайпу. Ну скайп, можно видеть друг друга. А он еще раньше. Получилось так, что я знать не знаю его. А он живет на Украине. Какой-то там город называет. Вот. И фамилия его Астап. 20 лет был адвентистом. Наткнулся на наши ролики. Беседовал. Я, говорит, уже на 99% уже все. И бороду отпустил. И свидетельствует. Я, говорит, 1% погубит все. Сегодня, вчера, беседовали с ним. Он добился какое время свободен. Вчера мы долго беседовали. И сегодня утром я уже его выставил, этот ролик. Посмотрите, какие у него вопросы. Видно, что человек Писание знает. Но знает, Господь ему повернул уже все. Уже не по-баптистски. Уже считает святых отцов. Я сколько-то роликов. Да это роликов ваших 30 посмотрел уже. Я ему говорю. Он говорит, а это вы объясняли в том-то ролике. Это, это, это. То есть, я знать не знаю. Сказал, всеми посяянно. А его касается все еще здесь. И теперь у него родственники там. Кто всех перечисляет, всех привел к окрещению. Если бы люди, которые за зиму у меня пришли здесь, вот это. Так его уже в епискебо можно ставить. По правилу-то. Ну да. По 45-му правилу. Какой он забыл. Собор-то. Когда епископ ставить можно, только тогда, когда он всех домашних обратил. Ну да. Это есть. По таки соборные правилы. Но дело в том, что это горячее. Утром сегодня только выставлено. Я ночью закачал. А ночью у меня в Кемеровской области человек Михаил Кальмаев. Он теперь это соединил два. Заставку сделал. Такая красивая. И утром уже выставил. А утром выставил, я замок снял. И теперь уже смотрят. Я сейчас посмотрел. Там уже около 20 человек зашло. А пройдет несколько дней, бывает 100, 50, 200, там 700, тысячи уже люди узнают. Я написал так. Адвентизм. Абсолютный там обман. Заголовок такой. Анатолий Астап. И батюшка тут был. Кое-что спрашивали. Он спрашивал о причастии. О пресноках, не на пресноках. Вопросы, касающиеся Писания. И теперь он о благовестии как раз спрашивал. Вот говорят, надо проповедовать вот об этом вот. Как правильно-то? К чему мы призваны? Весь смысл, да жизнь в чем? Я ему сразу пять мест показал. Мы проповедуем, Павел говорит, Евангелие. И дальше опять. За благовествование похваляемо. Все эти места выставили. Ну какая цель? Уверовал, нести другому. Люби ближнего. Да, а закон нужен? Не нужен? Нужен. А как же, баптисты говорят, не нужен? Православные говорят. Да как же, Андрей Кураев сказал, не нужен? Я говорю, нет, закон вечен. Но у него значение Ветхого Завета, закон, он для ребенка маленького. Вот для такого вот маленького. А вот этот закон теперь, если его рассматривает Новый Заветник, там написано, не убей. А в Новом Завете не гневайся. В Ветхом Завете заповедь, не прелюбодейся. А в Новом, не смотри с вожделением. Ты знаешь, какую высоту поднят эта планка-то? А как же тогда отца и мать любить? Любить в этой жизни. А за грудные они понятия не имели. А у нас из-за умырших молимся. Покой в обителях небесных. Какую заповедь не возьми, десяти словия, они все возвышены для уровня совершенного христианина. Все творю все новое. И суббота указывала на воскресенье. Суббота, шаббот. Покой. В жизни Бог творил и успокоился. И новый мир Бог творит. Творит не из зверюшек. А из-за льва делает ивненка. Какой был сам гонитель? Кем он стал потом? А как творит? Через Дух Святой. И Дух Святой касается души человека. И Господь сходит в преисподнюю в пятницу в распяли. В субботу он там проповедует. Это труд. Воскресенье. Третий день воскрес. Труд закончен. И значит, от когда отдыхает воскресенье? Господь почил отдел своих. Когда в новом творении он почил в Новозавете и шаббот. Покой это воскресенье. Вот это да. Да так. Понимаешь, как вот Писание, оно поднимает тебя в глазах людей. Не только в глазах Божьих, но в глазах людей. А могут адвентистов опровергнуть? Нет, не могут. Но я еще не удержался и похвалил адвентистов. Это единственная секта, в которой повернулись лицом к православию один раз. Учения о Троице не было. Отрицали. И вдруг учения о Троице приняли. Приняли полностью. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Си Трису Тедина. Баптисты всегда признавали. А вот которые отвергают. А потом, чтобы секта закрепла и потом они приняли. Я не знаю больше такого. А я говорю, а как вы дошли до этого? Ну как-то, братья, но часть адвентистов не согласились. Никакой Троицы нет. Этого слова нет в Библии. И они раскололись. Ну это разрыв полезный. Чем двоим гибнут еще одному. Вот он где был. Адвентисты любят закон Божий. Любят здоровое. В Америке самая долгожитель адвентисты. У них здоровый образ жизни. Все время спортзалы разные. Работают. Смотришь. В 89-90 лет старухи там накачивают мускулы. В Америке самая большая долгожитель адвентисты 7 дня. Ничем. Во-первых, не едят мясное. Там свинья у них близко нет. Они придерживаются. Ну так все так. По легкости. Вот это. Все у меня. Игнатий Хрифович, хочу вернуться к этому 45-му правилу Карфагенского собора. О епископах. Но вот некоторые, так сказать, используя этот момент, что вот. А вот такие-то вот знают знакомые епископы. А у них вот домашние-то не обращены. Как они поставлены в епископы? Вот стало быть, правило нарушается? Нарушается. Но правило это не Евангелие еще. А у Савла родственники были, мы не знаем. А кого он стал? Избрал Господь, поставил и все. А Петр обратил всех или нет? Нет. Это задача. Это планка поднятая так, которой уже никогда никто не касался. Но она поднята, стремилась к всему. Будьте святы, как я свят. Ну кто может быть свят, как Бог? Да никто. Так а зачем тогда написано, чтобы мы стремились? Идеал недостижимости. Сколько бы ты ни сделал, сколько бы ты ни благовестовал, ты все время должен сказать, я человек. Нет, планка-то планка. Но формально-то вот он не сделал этого, а его рукоположили. Сделать от него не зависит. Я думаю, правило это, имея в виду то, что стремление его было, всем засвидетельствовало, они не пришли. Только так трактовать его надо. И сделать он не мог. Было ли стремление главное? Желание сделать. Желание сделать, он их сделал уже. А не христиане. А как он? У меня брат, он... То есть желание он уже как бы осуществил? Ну конечно, я все время молюсь. Брат мой, крестник, родной брат. А я все время молюсь, он все время пьет. Пьет и пьет. А потом, вообще-то, пришел в церковь. Ну и еще. Бог знает все. Разделилось все. Планка есть. На нее надо смотреть. Но о том, чтобы епископы были не женаты, этого нигде нет. Муж одной жены. А потом монахи захватили всю власть, только не женаты. А что он по семейной жизни поможет, он понятия не имеет. А если я страдаю, да ребятишки непослушные, да уже к наркотикам пристрастились, а жена неизвестно где ночует, вот теперь и подумай, знаю я жизнь или не знаю. А епископ чего он знает? Они придумали какое правило. А епископ, если приезжает в епископский дом, у него где-то дом, там дача была, если ты объедешь женщину, то прятать. Как будто в большой охочий жеребец, чтобы все кобылы были спрятаны, иначе заскочит. Ну вообще невероятно. Даже считаешь страшно. Ну неужели они не видели, что это правило-то в насмешку. Я вчера над этим правилом крутился, вертелся в насмешку. Его нельзя такое правило было писать. Но оно и есть, его надо исполнять. Поэтому прячьтесь, когда епископ идет. А он сейчас приезжает, благословляет. Нарушение правила, согласно этому нарушение. К нему на прием только даже мужчины заходить. А к Ивану Златоусту приходили жена, жена, а он монах. Нарушение устава. Написали его, а его выполнить нельзя. Да, у одного феогностиста, феогноста, жена пришла, и насчет виноградника-то его нету, уже она вдова. И Златоуст как врезался в это дело-то, с царицей. А цариц, у кого виноградником завладел это. Ну и коснулось, что Златоуст жизнь отдал за это. Это много таких драматических историй было, которые в трагедии превратились. Давай, считай. Да. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Толкование на этот стих. Столь долго рассуждал об этой службе прежде, и снова намереваясь беседовать о ней же, говорит, что для него излишне писать о ней. А делает это мудро, чтобы более привлечь их. Ибо когда Павел имеет такое мнение о них, что для них не нужен совет касательно милостыни, то им стыдно было бы оказаться впоследствии ниже доброго мнения о них. Он побуждает, мы читали в предыдущих стихах, он побуждает коринфян к милостыни, и большой милостыни, и ссылается на македонян, которые оказали милость такую. И поэтому еще раз, вот таким образом, он их подвязает к этой добродетели. Второй стих. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Толкование. Я и сам знаю, говорит, усердие ваше, и не только знаю это, но хвалюсь перед другими, что готова вся Ахая, а не один коринфян. Все, жду. И что ничего не остается, как только, чтобы пришли к вам собирающие милостыню. Итак, мне стыдно будет, если похвалы мои окажутся напрасными и ложными. Выше говорит, македоняне доброхотны и просили нас. Как же теперь, говорит, и ревность ваша поощрила многих. Не сказал всех, но многих. Одни доброхотны и просили нас, а другие были возбуждены вашей ревностью. Ибо многие нуждаются в побуждении. Иначе мы не советовали им, не убеждали их, а только вас хвалили. И этого достаточно было к их убеждению. Смотри, как побуждает и коринфян, примером, македонян. И македонян, примером, коринфян. Вы, говорит, сделавись учителями для них, не окажетесь же учителя хуже учеников. А побуждение? Вот сегодня, если не побуждал одного, второго побуждал, значит, нужно побуждение. Почему? Потому что люди не всегда готовы, чтобы воспламениться. Как-то надо поджечь этот хворост, видимо, чем-то, каким-то словом, какими-то эмоциями. Видите, человек, который явно нарушает принципы общения человеческих. Вот он сидит, молчит, пообещал, нету. А Татьяне-то я сказал, куда еду. Теперь она ему названит, названит, не ответа нищет. Она, смотри, Татьяна, как ему высказывает. Ему надо, надо. А вот когда встал, сказал, теперь это все знают. Кто-то помолится. Никогда не надо закрывать. Это не тот грех, который там кого-то выявляет. Ну что, скрывает-то, главное, что? Блуд, убийство, а не то, что он такое сделал. А он уже, он будет, а он обидится. Ну таково никакой-то, если он обиделся. Он же обидел, и он обижается. Как сапоги снимают с пленного Соколова, судьба человека Шолахова. Говорит, из лица на меня не вез, как будто я, говорит, с него сапоги снял. Ужный вопрос. Да. Я, о епископе говорили. Вот Нина подошла к нему, попросила благословения. Имеем мы прав, женщины, к нему подходить? Ну, конечно. А как же нет? Но согласно-то канону, как они, нету. А общепринятый такой. А подряд все подходят, вся церковь к нему подходит, благословляется. В церкви же нет то, что мужчины подойдите, а женщины не подходите. Во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского. Зачем правило такое написали? Я не осуждаю это, но правило невыполнимое. Просто невыполнимое. И а можно выполнить? Нельзя. Против этого правила патриарх все восстанут. Как это так? Да на женщинах все и держится. Как бы не бабки все храмы позакрывали. Храмы-то держались на бабках на одних. Мужики-то куда ушли? Побиты больше половины. А тут пивовара был. Пришли они крестить ребенка. Ну, кажется, он в Прокопьевске служил. А нет, они туда-туда крутанулись к нему. Он говорит, ну я один, других нет. А где остальные? Он говорит, остальных простреляли. Как простреляли? Таковы разве не слыхали? В 37-й. А у вас дети есть? Есть. А где они? Шахтерами. А зачем они под землю залезут? А почему они не пошли в семинарию учиться-то? Они от него-то чуть поп-то, рехнулся что ли. А он-то говорит, правда, почему ваши-то дети не идут на это? А он один-то не успевает. А если бы он до конца делал по слову Божию, то хватало бы времени. Благовествовал. А дальше никаких требований, ничего не делать, пока обратиться. А три года он будет, разве сегодня, человек ходить? Нет. Что сейчас и все. Это евреи по копейке копят, а русскому сейчас что ли? Одновременно и все. Зараз. И сейчас. Ну, они отошли. Одна подошла, помню, и говорит, батюшка, мне сына отпеть надо. Верующий был. Так он ничего не против был. Я спрашиваю, верующий или нет. Ну, когда я уходила, так он мне иногда рубль давал, свечку купить. Ну, он верующий был или нет? Ну, пил он, правда. Так он не виноват, никого дома не было. Его даже не могли наклонить, то и он блевотиной задохнулся. На спине лежал. Отпеть-то его как? Большой город Болотное. Я стою, не знаю. Ну, что ты скажешь ей, я говорю. Ну, что сказать-то? Нет. Она увидела, а тот батюшка, он говорит, ну, идите. А тот подошел, не спрашивает ее, сразу накрыл, деньги взял, сколько помолиться и готово. В этом же храме отец Иоанн, говорит, звать. Не надо смотреть, надо. Не надо искать, где тебя по головке гладят. А этот отец Александр Тапивоваров, это Божья милостью проповедник был. Редчайший. С ним я не знаю, даже кого можно было сравнить. У него учеником проходил полный курс. Отец Аким, я, мы три брата на священника были. И Геннадий Фаст у него крещение принимал. И потом он ехал, машина авария, не мог выйти, сгорел машину. Братья уже послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. Толкование. Себя самого делает как бы членом Коринфской церкви и беспокоится о ней. Ибо, говорит, поскольку я похвалился вами, то боялся, чтобы не посрамиться мне, и потому послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетною. То есть, да не изобличится похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, говорит, восхищаюсь вами, перед всеми хвалился и перед ними. Итак, если покажете себя не такими, стыд будет общий. Впрочем, не во всем, а только всем случае. То есть, да не посрамлюсь в одном предположении моем касательно милостыни. Но чтобы вы были приготовлены, как сказал я и македонянам, что в Ахае уже все готовы, и ни в чем у них нет недостатка. Значит, отхвалиться можно? Побуждает. Побуждает, потому что сделали добро, люди жертвуют. Я хвалюсь постоянно. Вот смотрите, шторки. Когда бы мы не глянули шторки, Люба Яговетина, ее работа. Сетка у меня над этим, ее посмотрю. Надежда Ивановна Пальгуева, каждая надпись. Хоть в церкви, хоть здесь. Понимаешь, каждое дело. Крест какой, я не знаю, Миша, здесь нет. Это его работа твоя. Везде, вон такой крест. И в Потеряевке, его там нету, а каждый день. Не каждому удается это сделать. Мы делаем, что у нас посел. Вокруг глянешь, все, каждый задействовал. Николай вот это все запаял, трубы. Его нету, помолись о нем. А если будешь сидеть, только ничем не заниматься, то ничего и не будет. Надо хвалиться. Какие у нас мастеровые люди. Насколько они ревностные. Самоотдача такая. Прямо готовые христиане. А вот бывает иногда, кем-то похвалишься, а он не таким окажется. А тот человек говорит, так это, вы его называли, он верующий, а что он такой? И у него неудобно. 41-й, кажется, апсалом написано. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Я этот стих заучил с первого дня. То есть, ну, некоторые же мной тоже хвалятся иногда. Вот мы знаем, вот такой это верующий. И вдруг приходят, а я валяюсь где-то. Это как, я уже не о себе думаю, а об этих людях, которые похвалились мной, друзья мои, каково им будет из-за меня. Поэтому все время насторожим. Не дать поводу. Ну, я сказал, да, вольверу вытащил. Он сидит молчит, но повыдил все-таки, он встал. Встал. И это ему полезно, полезно. Сейчас я провожал его, на нем не отразилось это отношение к нашей. По-хорошему. Я говорю, ты, Татьяна, ты проводишь, чтобы написать. Да, да, я еще первый раз знаю. Ему полезно? Да, полезно. Может быть, еще и с дочкой поговорит. Грех должен быть выявлен. Заноза должна быть найдена и вытащена. Видишь, не посоветовали, с батюшкой ринулись. И как это? А барабаш-то это такой человек, я не знаю, с живьем на небо. Он столько добра делает, безотказный, днем, ночью, везде. И иные пользуются этим. А я даже батюшке сказал. Он на снегоходе, и батюшку встречал на трассе. Я батюшке строго выговорил. И батюшка не стал больше этого делать. Я говорю, а что ты за принцесс, принц какой, тебя встречает, так увидаль. Ну, с вокзала, тут 4 километра, там есть 16, и оттуда вытаскивать нечем-то. Какая тебе нужда-то? Там сходят за коровами, за овечками-то ими. Я бы мог не говорить. А батюшка пошел, он, видно, тоже просвистело, и он прыщами пошел. Тебя уже Бог наказал, я говорю, чтобы ты не мерз. А сидел в вагоне, да, идешь и слезешь. И батюшка не стал больше туда Игоря вызывать. Другое дело летом. Летом машина там бывает свободно. Они сейчас посылают в Витю. Бензина немного, одного человека на мотоцикле, на Ямахе, он его живо спроводит. А вот не говори, так оно все катилось, да все считали правильно. А когда поговорили, и ты будешь знать, что этого человека надо крепко держать, что если он дал слово, прям в песенном виде напиши. Машина стояла около дверей. Вот так. Пример я ему рассказал, страшный пример. Страшный. Вот дядя Миша, когда Абруль-то ударился, все, у него было. И вот они узнали, когда, что он лежит там где-то в больнице. Ну, они с сестрой там приехали, и врач выходит, после операции ему там разрезали, там чего-нибудь, там кости, там глетки, куда попали. И спрашивает, возможно ли, что он останется живой. А врач здоровый такой, я его видел, латыш. А вы что, верите в Бога? Да, верим. Верующему все возможно. И вот он, когда выздоровел, его пригласил домой, отношение хорошее, и они потом говорят, а как же вы говорите, что я не верующий? А как нам ответили верующими, все возможно? А вот, смотрите, написано, а я этого не говорил. Так я не одна была. Мы трое были, все слышали, а мы выше еще порадовались, что он Евангелие знает, ответил. Верующимися, ответил по тексту данного слова. Здоровый такой, я не знаю, с кем даже у нас таких, кажется, и нету. Огромный мужик. Вот так. Это все через дядю Мишу, через эту аварию. А потом через эту аварию уже я приду. Он меня один раз очистил, знаешь как? Повез меня на взморе купаться. Ну я покупался, вышел, скажет, просто выжил надевать. А он взял все чисто, а я не надеваю. Ну надень. Ну что же буду надевать? Я сейчас на корабль лидую. Что же? А он там скамейка была, она как петух. Заскочил на скамейку-то, разгревался. Говорит, ты еще, ты еще, ты еще добро никакое не научился делать, а уже зло делаешь. Я говорю, да какое же зло делаю? Аня, старалась, тут все наглаженное там, не могу я там взять. Ну не могу, я уже оделся. Вот добро охота сделать как. У верующих наоборот. Я рассказывал, как потерять, это были, вот сейчас. Ну а я везде лезу. Ну и два брата там, Устиновы, его дядя, в оси. Трактор пашет. Я говорю, а сколько здесь? Это пять соток, за сотку сто рублей. Я уж не один раз рассказываю. А я взял сажень, а сажень, ну как, вот так вот, единственное, а ручка одна тащит. Я вот так переворачиваю, два метра, два метра накидываешь. Я туда-сюда замерил, он квадратный огород, то легко. Я говорю, это пять восемьдесят пять здесь. Да как так? Ну так. А трактористы ничего не знают, договорились, они уже пятьсот там дали. когда закончилось, я говорю, ребята, вы не правы, он хорошо, да еще объект этот поперек сделал-то. Почти шесть, надо сто рублей. Так, а денег нет? Беги, займи. Денег нет. Ну, шофер-то, когда шофер-тракторист вышел, ему деньги дают, а за что? Да шесть здесь, шесть, почти шесть. Ну и что? Так мы же за пять, я говорю, так это несправедливо. Мы верующие. Он говорит, а в Корчино у нас бы сказали, что три сотки. Понимаешь, ничем можно приобрести. Я этот сажен взял и пошел везде у всех мерить. Все, замерю, и у него, получается, ему больше платить надо-то. Понимаешь как? И один меня только не пустил на огород, матушка батюшкина, мерить-то. Ну, как обычно не пускает, зачем не пускает, что? А я подошел, ему говорю, она мне не пустила, но ты не беспокойся, она заплатит больше, она очень добрая. Положено у нее там три сотки, то она тебе за пять заплатит. Ну, так все и получилось. А она сама агроном, она на глазок кинула, накинула ему, и все, она богатая. Так он поехал, лебедь Николай, уже третий год здесь. Приезжает, не матерится, ничего там, пообедал у нас. А я за ним там увязался, он как остановится, я ему березовки скорее налью. Мужик-то совершенно незнакомый, а тут, когда отдохнуть надо вышел, теперь я ему начал свидетельствовать, о Боге говорить, визиточку дал ему. Он все сделал как надо. Ничем можно приобрести. Ничего не приобрести, это одна мысль, а вторая главная для меня мысль из вашего сейчас разговора была то, что вот мы чаще слышим о том, что нужно иметь страх Божий. А вот эта мысль о том, что страх того, что то мнение, которое тебе должно быть, как о христианине, ты его можешь нарушить, разрушить это мнение, и можешь потерять вот имидж, как бы говорят вот сейчас такое слово, но люди могут потерять и веру даже, которая может быть начинала зарождаться. Этот страх, он оказывается не менее важен. Не менее. На днях мне сообщают, где-то там далеко-далеко, собрались, и обо мне начали рассуждать. Ну вот ему можно верить или нет, он говорит иногда, он говорит, можно, почему он никому не угождает, говорит. Так это там у него врагов, полного врагов, много у него. Так а неужели сегодня такие люди есть, говорит, которые бы так не щадили себя и говорили в пророческом духе. Говорят, ну значит есть. Так это же тяжело очень, конечно, нелегко. Так а инфаркт? Нет инфаркта? Нету. Вот 10 июня мне будет уже 76. Я на это совершенно отстраненно смотрю, как будто это не про меня речь идет. Надо говорить так, как будто в последний раз видимся. Ему не сказали, он думал бы все правильно. А теперь он по неволе знает, все слышали, я даю слово, не выполняю, а другой не обдуманно, безблагословясь. И сказали уже там какие-то матрасы, запутался. Зачем мне тебе матрасы, тебе ехать надо? Он не может отказать, он слишком добрый, мягкий такой. Его обвинять-то нельзя, но за этим-то беда последовала-то нельзя. Приходится быть иногда и немягким. Святые отцы, какие накладывали эпитемии? Человек еще не знал. А у меня, говорит, белая там, чистая энергетика, я против черной борюсь. И там насчитывает что-то. 20 лет отлучения церкви. Лет! 20 лет и прираняется к вольному убийцу, потому что ты душу убил. Да кто сегодня будет отлучать 20 лет? Я видел, в интернете выставили грамоту с печатью, на бланке Кашпировскому епископ дал, что это человек от Бога и Божьи дела делает. Грамота. Красного, черного света такая. Какой епископ, подпись и церковная печать с крестом? А он им все показывает, и люди понимают. У меня печать. Да печать-то на рогах у дьявола можно поставить. Он будет бодать и думать, что от Бога. Агучие рога. У него рога-то агучие. То есть, мягко. Пошел. И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас неготов, и остались и вы в стыде мы. Не говорю, вы. Похвалившись такой уверенностью. Снова обращается к тому же и с большей силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. Ибо больше стыда, когда кто срамится перед чужими лицами. Вот смотри. У нас случилась авария в Швеции. Машина сломалась очень серьезно. Передача топлива в моторе в самом. А мотор поднимают, его там в четвером, наверное, такой тяжелый, когда снимают все. Ну, не выправить. У нас на экваторах там тащили, заплатили больше ста тысяч за это. Пока утащили нас через море Балтийское и в Калининград. Но кому-то тащат, нашли там на то самое ближнее место Калининграда. Того человека это оказалось нет, он в Испании. Так он оттуда немедленно взял все на себя, нанял эвакуатор прислать в Калипеду в Литву, в Литву за нами и все оплатил. И тут же вызвал человека своем, а он не начальник, а просто друзья. Его звать того, значит, Димитрий, я уже фамилию назову, Булкин. Действительно Булка, накормил всех у нас. А этого звать Валентин. И Валентин вас встретит, когда вы уже вас привезут. И нанял который эвакуатор и привез, и он его передает. А этот везде бегает. В сервисе нет этой детали. Он поднял все склады в городе. Мещится туда-сюда, пришел вот ключи, сказал Димитрий, чтобы у него ночевали. Так мы куда не пойдем ночевать? Мы не пошли. Ну, я там книгами рассчитывался как мог-то, но это не та цена, что они заплатили за нас. А я там подумал, а если у нас вот так случится, я издалека позову, не окажусь, я посрамлен. Вот в этом я не сомневаюсь ни одной минуты. Он сделает все, вытащит, сделать все, что может быть. В этом я не сомневаюсь. Но ведь надо специалиста. Я издалека оттуда, и сюда едет человек, у него машина сломалась. Я первым делом подумал, кто может сделать? Николай Пальгуев. Бескомпромиссно. Я там еще прикинул, не постыжусь ли я, думаю, нет, не постыжусь. А Николай тут найдет, кто помогает. Вот та помощь пробудила меня, чтобы я перемолотил вас всех здесь, там находясь, а вы знать не знали. Накормить, накормить. Вот Надежда сильно у меня уехала, потеряю, меня завалили. Я сегодня принес тут сундуки эти, а раздавал обратные. Ни у кого не беру. Таня привезла, накупила. Куплено не беру. Это вчера пришла, принесла. Не вижу Людмилу Степанову тут. Про Любу говорить не надо. Это сказать, Татьяну. А я больше норму-то не съем. А какая норма? Так я сварил в катруле-то, картошка, она сварена уже. Чтобы мы не были постышены. И всегда даже... Или чужими лицами. Может быть, говорит, вы рассчитываете меня как знакомого вам, но подумайте о македоньянах, которые, быть может, придут со мною, что вероятно, и найдут вас, не сказал, нежелающими, но не готовыми. Ибо и то стыдно, если вы не готовы и скоро не можете собрать, тем более стыда, если вы ничего не собрали. Или собрали менее надлежащего. Но говоря, чтобы не остались в стыде, мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью, смягчает речь свою. Не во всем, то есть, постыдимся, но только в хвалении относительно милостыни. Ибо прочее, касающееся вас, был укоризненным. Говорит, что я тут не для того, чтобы польстить им, но скорее с тем, чтобы сделать их более усердными, но и похваляемыми во всем, и в этом не оказались недостойными похвалы и ниже самих себя. Словами, не говорю вы, показывает, что они больше будут посрамлены, нежели он, ибо это их грех. Под частью, разумеет, основание, или самое дело, или существо похваления. Вот этот оборот, не говорю вы, вот меня бы спросили, сказали бы, а ты мог бы перевести, я работал с переводами, разными, английском, немецком, я бы не перевел. Перевел бы я на несколько предложений, смысл бы передал, а вот так вот, красочно, сжато, не перевел. У меня ума хватает на то, чтобы понять, что у меня нет ума. Вот, на большее не хватает. А то берутся перевод. Вчера этот, который адментист, читать, я говорю, подожди, я ты еще читаешь? Ну, Деяние апостолов. Ах, ну-ка посмотри, какое издательство, Таня, убери ее, чтобы я не видел. Только синодальный перевод, вот который у нас, синодальный. Повторяю, синодальный перевод, это 1876 года, его издавали сколько раз в России. За рубежом. Все патриархи, баптисты, католики, все только синодальные. Не принимайте никакие переводы. Это надо по-буквенно. Я вот, один перевод я делал, я сравнивал, читаю предложение отсюда, читаю отсюда. Вот так вот сравнивал, синхронно. Я на английском всю Библию сверил. Вот, на немецком, то какие, что я знал, смотрел. С русским переводом просто невозможно соперничать. Он перевод, как оригинал. А почему тогда вот это вот я последний раз купила, приносили сюда это, с дополнительным переводом, там, книгу? А зачем мы у нас здесь продаем-то их? Ну, зачем? Я могу только подозревать, зачем. В первую очередь, показать, что они что-то знают, а другое порча умышленная. Я отвечаю. Русский перевод делали 4 духовные академии. Двое из переводчиков канонизированные, Макарий Алтайский-Глухарев и митрополит Филарет Дроздов. Таких переводчиков нет. Я говорю, беседовал с Александром Менем и сказал, а вы могли бы так переводить? Он еврей, работает с еврейским текстами. Он вот так, как сидели мы вот так вот, он так, да вы что, да никогда. Понятно? Он энциклопедист. Такие знания, но такого перевода, он понимает, не сделать. Я сейчас вот запереживала. Я купила здесь вот, ну, крупно написано того, что крупно, зрение плохо стало. Читаю, вот, например, там написано у нас, это синодальный, написан тать. А уже перевели вор, написали. Значит, мне его лучше нет. А зачем ты взяла? Ты на другой стороне, смотри, перепечатано с синодального перевода. Синодальный. Она объяснила, зачем взяла? Плохо видит. Крупный шрифт. Она взяла, здесь у нас продавали. Я-то здесь взяла у нас. А кто продавал? Лучше бы ты чайной ложкой ела, чем поварешку купила, а черпать нечего. Не буду читать. Не считай. У нас давно сделали, я не знаю, кто это делает. Там написано перевод с синодального. Перевод с синодального, это правильно. Но, опять же, я же говорю, там написано тать слово в той Библии, а тут уже вор написано. Но если с синодальным какие-то порчи, то это разбойники, обычно я не встречал такого. Если печать с синодального, это абсолютно точно. Я вам принесу в следующую неделю. Посмотрите. Принеси. Перевод Касьяна. Насчитывал специально. А зачем? Чтобы люди могли сравнивать. Так это епископ православный делал. А то Аверинцев, Сергеев, сейчас иеговисты. Там не перевод. Слово перевод перевести, то есть испортить. Мне интересно, пришла мысль такая вчера. Вот есть один такой момент в жизни человека очень важный. И в самом названии уже видно, что что-то там не так. Название чего? В одном каком-то событии в жизни человека. Прям криком кричит, что задумайся, тут что-то не так. Ну, мы видим человек работает, говорит, о, это мастер, золотые руки. А другому говорят, брак одел, руки отшибить не жалко. Слово брак что означает? Никудышно. Дефекты. И да вот называют, что это у нас брак сегодня. Брак. Это брак. И люди с ума сходят и кричат, ой, до чего, горько все. Нигде не кричат, чтобы сладкий, а как? А дальше обман начинает. Какой? Медовый месяц. Орали, орали, горько, а теперь медовый. Олег Толстой говорит, гнусность одна. Какое еще-то медового ты нашел-то? Медовый месяц. Это названия-то какие обман? А тут-то орали, кричали и горько, и горько. У нас свадьба была, когда я тоже там один заорал верующий. Горько. Я говорю, а никогда не бывает горько. Слаще меда, Слово Божие. Смотря для чего. Когда Товия женился, он сару-то взял, и когда он увел ее в комнату, в спальню, то они сразу преклонили колени и помолились. И говорят, Господи, возри, я беру ее не для похоти. Вот сегодня мы в цветах молились, и Господь бы услышал, и все, опало бы никуда, и так бы до смерти. А и так же не молятся. И на кого молиться? Это вообще забыл, и Бога, сам себя забыл. А тут какая молитва была вознесена к Богу? И Бог так все сделал. Это все, знаешь, много говорит. Давай, знаешь. Да. Посему я почел за нужное упростить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово. Как благословение, а не как побор. Вот не считаю толкования. Мы получили письмо. Так, о чем он пишет? Рассказывает. Ну, чтобы собрать деньги. А? Собрать пожертвования щедрые. Ну, щедрые. Ну, тут он конкретно чтобы не был как побор. Да, ну, для чего. А? Для благовестия. Для благовестия. Нет. Ну, почему он словом побор-то назвал здесь? Ну, чтобы люди доброходно давали, они собирались, добровольно давали. Чтобы люди, которые придут брать собранные, чтобы они не видели, как собирают. Я вам написал, соберите сейчас и положите там где-то в отдельное место, в заначку-то. Не прикасайтесь к этому. А я приду с братьями, они у Лука, там, Варнава. Мы пришли, в руки подали нам чемоданчики золотом, и мы пошли. Не задерживались. Они так, что пришли, знаете, нуждаются на Украине, кто пожертвует. Один дал рубль, другой два. А третий дал три рубля, и говорит, а между Луганском и Донецком поделите пополам. Вот так. Можно толкование прочитать. Дома откладывайте на то, что на дело Божие. А десятину приноши священнику, вторую десятину положи на нищих сирот, отдельно отложи. И как только нужда будет, а ты ее жди, нужду эту, потом раз, готовенький, кинул, все, пошло. На душе легко, как будет. А брок Богу дай. Вот Никита-то у нас приехал, вот от Никиты Андреевича, отец Андреевича. И этот, который Никита Андреевич с Украины-то. Мы сейчас были, его записали. Тут попросили, не тут, издалека, чтобы он дал интервью, как его здесь приняли, как что. Он говорит, трудности были. А что трудности? Вначале это, вставать рано. Так а что это трудно? Ну я уже привык. А еще что? Ну вот эта экономия такая, не видал такого. Он увидел во всем экономия. У меня здесь был. А ребята говорят, Володя, там, когда я записывал, а Володя, говорит, он приехал, когда здесь уже был. Ну и днями-то работал у Игоря Добунова. Игорь говорит, обернусь, его где нету-то. Гляжу, говорит, он стоит, молится. Он у меня, он сказал, что в ней-то побыл, что днем-то надо раз в 7-10 навалить, просто встать-то. Ну и он, говорит, так приехал, и говорит, ну а было тебе недовольствие? Ну, как бы разочаровался. Они сейчас ухватились за это, он разочаровался. Да я не так сказал. Я сказал, что, ну я думал, что везде, вот так как у Игнатия Тихоновича, оказалось не так. Там накал-то другой. Так я пенсионер. Он говорит, я и то подумал, а когда он на стройке работал, как он мог это делать-то? При желании, скажу, всегда можно. Даже на корабле. Даже ты можешь стоять на вахте и мысленно совершать эти поклоны. Все время считаю, отключился, нет, а что тебе? шофер, говорим, как крутишь, а сам молитвы считай. И он им это все высказал. То приехал-то, он думал, сейчас так будет. Но когда я бываю там, у нас всегда так. Мы работаем. Здесь Володя, там Сережа Пупков, так полтора часа, Надежде Васильевну предупредили с огорода, она уже ведет, ковыляет, пришла, все, все на молитву. Помолились, опять все разошлись. Часа полтора, опять мы вместе. Ну и много сделали, ой, как много. А она знаешь у тебя как? Во-первых, это перемена, мозгами уже. Перемена, место работы, это отдых. И они это все берут. Уже можно дать пример ничем совсем. На это денег не надо никаких. На картошке работаем. Люба была, был. Ты же была. Полились? Проходит время, сколько? Так картошку копаем. Люба, Любонька, вот она здесь. Мы все на коле, на, стали перед Богом, поняли руки. Батюшка идет, смотрит, что у него тут делается. То ли пленных каких привели. А мы перед Богом стоим. Постоял. Плененные. Ничего не сказал. На всяком месте у нас понимают мужи и жены руки. Опять помолились. Маленько проходит время, ну сколько, часа полтора, так все. И все сделали вовремя. А как бы молились мы всегда, у нас все было как надо. Можно экономить везде, но не на молитве, не на чтение Слова Божьего. Торопиться везде, но не на молитве, не на Слове Божьем. Вот только где все по-другому. Везде надо делать очень быстро. Здесь как ты быстро не считаешь, считай медленно, вникает потаенный смысл. А что он сказал? А как они это восприняли? А когда Павел пришел, было ли все так сделано, как надо? И он говорит, что пойдут такие люди, ну если уж вы соберете там миллионов пятнадцать, ну мне самому не стыдно будет с таким грузом прийти в Иерусалим. Я сам пойду, понесу. Чтобы все знали, что. Видишь, как. Да. Дабы не показалось, будто противоречит сказанному выше, для меня излишне писать вам. Между тем, как теперь, опять говорит о том же, рассуждает уже о щедрости и о совершении дела с раздушием, до чего, говорит, и послал я братьев. Обуждая к двум противоположным делам, именно, что выпадали в изобилие и с радушием, весьма мудро переходят к тому и другому. Ибо сначала говорит о радуши при покаянии, а потом и о другой статье. Подаяние, наверное, подаяние, а тут написано покаяние, подаяние, ошибка должна быть, ну может быть. Подаяние, говорит, есть благословение, ибо... Нет, нет, подаяние здесь. Подаяние, да, я. А здесь написано еще? О покаянии. Кэ-кэ. Да. А может быть и покаяние. Ибо сначала говорит о радуши при покаянии, а потом о другой статье подаяние а тут дальше следующее предложение подаяние говорит есть благословение ибо никто не дает благословение с огорчением показывает и плод непосредственно из всего произрастающего подающие исполняются благословения впрочем и этим не ограничился но присовокупил а не как побор не думайте говорит берем это у вас из корыстолюбия напротив желаем доставить вам благословение и так подающий милостыню по принуждению как бы заражен корыстолюбием вот так вот если подаете когда вас принуждают и вы подаете ну корыстолюбцы вы тогда а если так подобровольно доброхотно дающего любит Бог доброхотно дающего любит Бог кто заставляет никто вас не заставляет он просто говорит что нужно нужна такая нужда есть такая объявляется нужда а уж хочешь ты подавать подаешь а не хочешь не подаешь ну а ты это ведь еще и зависит от того как ты это воспринимаешь как заставляет тебя это одно то есть царство небесное внутри вас есть внутри меня оно есть и когда ты воспринимаешь это как понуждение как заставление тебя заставляют тогда ты как чувство это корыстолюбие остается у тебя а если это добррохотно только услышал сражуся с желанием подаешь и не думаешь даже о том что тебя заставляют ты уже готов до этого был к этой добродетели тогда и Господь видит этот доброкотный и любит тебя как доброкотно дающего следующий стих при всем скажу кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет что толковать надо? все сказано предельно точно кратко а почему похвалил вдову которая положила то совсем же мало положила по нашему считать она положила кирпич хлеба 16 копеек и она положила больше те которые золотые слитки ложили а потому что она не скупо положила все равно она положила все свое пропитание пропитание то есть у ней уже было нечем вот есть такое это рассказ у Льва Толстого чем люди живы так кажется да да есть такое но она ему говорит хозяйка там матрена ну ребятишек ребенка кажется это кажется другой момент был да у нас даже соли нет а может пострадать да мы ее без соли съедим даже соли от соль считался деликатесом тогда вот и все а мы ее без соли съедим да когда ужин отечеем а мы за два раза третий раз не будем ездить а сироту все равно возьмем докормим вот так есть люди которые понимают это и вот у нее там рассказ этот есть когда он в окно то увидал а девочка то одна хромает и спросила в чем дело а ангел то все это видел а у бога это вымерено он лесником был дерево упало не туда пошло его задавило а у нее роды и когда роды начались у нее и ангел пришел бог послал душу вынуть из нее душу то из нее вынул и она как родилась завалилась и на ножку ребенка утром так пришли а она уже и закочинела а у ребенка то ногу то она переломила скривила она так косолапенькая была но рядом соседка была ребенок был она поговорила с мужем сильная была говорит одного только от сосков а то отвалится говорит накормит вторую маленько проходит молоком опять налилась она этих двоих взяла и выкормила а тут прошло 3 года свой умер и она теперь с ними барыня разбогатели у них все есть и одна такая хроменькая вот этот рассказ очень интересный очень интересный чем люди живы да чем люди живы любовью 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 там три раза такой момент он любовью 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 когда жена-то жена-то огневалась на него а он и говорит я взглянул на нее а она говорит есть еще еще какую-то прощелыгу привел а он не знает что это ангел подойдет он глянул на нее только так а у нее лицо смертное и он глаза опустил а вон Семен-то ее уговаривает смотри она ну да ладно тебе ну что ты там уж ну хлеб заведешь ну человек совсем голая да кто его обобрал то молчить не говорит а он дальше сапожником будет видишь как он глянул на нее второй раз то увидел что лицо у нее стало человеческое а когда огневалась да пошел да оттуда лицо было как смерть вот если бы мы так понимали это духовно это видели ну как то бы это не так было вот там гневается ни на чем я уговариваю ту аварию у меня которая выскочила из-за поиска то я никогда даже не видал таких просто ярость такая что и не за себя а что попрали тут правду божию собрались тут таких слов даже никогда он сказать не может прям видно что рога вылазят ну остановись сейчас я тебе хочу сказать ничего не слышать у тебя своего ничего такого нету ну ты же посмотри сколько ты пришел Богу молиться а без смирения и молитву Бог не примет что это поясок а тем более раз ты сам говоришь ничего не значит ничего не значит смотри сколько приехал да все оделись давай да вот читаешь это такие рассказы Льва Толстого и думаешь как же он близок был да как близок был у него ведь все произведения эпиграфом священной и священной описания ну многие многие ну некоторые не многие некоторые я его подряд дал шестнадцати том у него был напомнен такими рассказами есть такие большевый купон у него такой тоже великолепный подделал пошло нет в этом рассказе более всего поражает вот это выражает мысль слова этой старушки которую он убивает что же ты делаешь со своей душой она воскликнула последние слова которые при своей жизни последние слова ее были она этому убийце произнесла такие слова которые потом перевернули его душу и он обратился через эти слова через ее взгляд и через ее слова я не знаю еще такой популярность какой-то набрал фильм Голгофа и вот мне все время спрашивают а какой ваш отзыв я говорю я не смотрел даже как же не смотрели ну надо дать рецензию ну я взял Голгофу гляжу Голгофа еще поставлена была в тридцать пятом году где Жан Габен играет через которого я пришел к Богу он играет там Пилата Голгофа да Голгофа ну я я просмотрел он черно-белый такой видимо в то время это считался уже вершина киноискусства еще там нет я гляжу нет онлайн 14-го года английский там священник католический и как он делает что а у них как исповедовать как исповедальное и он там сидит в этой будочке а не видно разговаривает он не видит кто там он только по голосу может догадаться и вот один там исповедуется и говорит батюшка я вот исповедую не исповедуется он не говорит как жить вот с этим а что когда было пять лет священник священник изнасиловал меня и по-разному и в рот и в задний проход столько крови было священник и после этого сколько лет он издевался надо мной он говорит так надо властям заявить да кого заявить он уже умер умер все но я возненавидел все это он не знает что ему отвечать сидит священник я решил найти хорошего священника и убить его я вас выбрал следующее воскресенье и вас убью исповедь ну так все и будет и весь фильм на этом разворачивается чтобы он приготовился за эту неделю но это другое дело батюшка у меня неприятность сегодня такая когда Володя уехал то кто-то должен был снимать я вот подошел к этому отроку он говорит а я не умею показал и все это же не изобретать он сейчас снимает ну и сегодня нашел одного брата старейший программист ну ему дал он долго не мог вообще включить а потом записывал оказывается она не включенная тут когда записано то цифры там бегут где-то и потом вдруг у него выключился когда батюшка стал говорить что ходил в Знаменский собор до того момента вообще нет она не писала мертвая машина стоит и вдруг сама показала что вообще погасло все и закрыло окошко что ты пишешь то а потом Костя ему показал где что из этого началось так я попрошу рассказать что ты рассказывал про приезд гостей повтори нам пожалуйста ну с какого момента как в начале сегодня с момента ты начал говорить о гостях зашел когда зашел на собрание стал говорить у нас тот а тот а потеряете было он еще не записывал ни слова его не было до пока пошел ты в Знаменский до этого момента а это то последнее уже сказал то есть ничего нет так уже трудно пересказывать ну как вот произведение потерялось у него садишься произведение потерялось а уже все написано было и Красов потерял а что делать ну вот вопрос потерял несколько вариантов я интересно попутно хотел сказать мы однажды сидим утром и записываем о рождении свыше ну я вот так вот хожу а и наханаил сидит там это в это время ни звонков ничего не делать я только хожу быстро печатает уже время идти вот идти только он раз говорит текст исчез да как так полтора часа я говорил исчез нету нигде а он такой мастер стал в корзине искать где-то еще нигде нету ой 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 ну пришел поискали после службы ну давай по новому он сел я опять начал ходить ну я все восстановил что я сказал да добавил к тому а он очень умный был он говорит вот сейчас вы сказали больше но той теплоты что первым уже нету то есть я уже умом только одним действовал у него ума хватило даже это понять сказать ну такой вариант другой бывает наоборот я ехал с этим на машине у нас было священник жалтухин то и мне о музыке вдруг захотелось написать я о музыке написал утром встал все перескал нигде нету нету абсолютно я опять огорчился огорчился помолился котян крошадский говорит и бог простил меня я написал и написал намного лучше чем до этого было и теперь назначение музыки это стихотворение у меня помещено а Витя положил его на музыку тишина и музыка как их соединить называется слово летящего орла полдущей улиткой вообще вот так начни восстанови ты начал людям рассказывать о приезде владыки к нам что перед этим было гостям пересказать перескажу но уже того не будет той ну давай тех эмоций расскажи ну в субботу приехали после обеда к нам приехали на газели это с воскресной школы с Покоровского собора они давно просили в прошлом году им интересно что же такое потеряя их ну вот приехали их было 14 человек воскресной школы и два человека это ипподекана который прислуживает при архиерейском богослужении они уже с облачением архиерейским приехали ну приехали выгрузились я сразу спросил их курящие есть среди вас кто? нет шофер шофер нет я тоже не курящий ну ладно тогда уже легче с вами будет раз не курящий осознавайте кто курящий у нас курить на территории деревни запрещается строго если кто курящий то будете выходить за линию деревни там покурите и тогда уже это зайдете придете ну нет никто и курящих нету ну повезли покормили у барабаш Лена их покормила всех посадили потом повел их показывать завел в храм показал в храме в школу на склад зашли посмотрели потом повел их к себе в двор свой там они с ягнятами у меня дома роддом этот барани где баранухи когда родят то значит я их дома держу около месяца с маленькими чтобы они окрепли тогда только в общее стадо выгоняем вот они там этим с ягнятами фотографируются и оцелуют этих ягнят ну посмотрели у меня с ягнятами пошли дальше там к Алексею зашли там козлята у него они с козлятами там с цыплятами потом к Андрею Устинову пошли там у него с поросятами они фотографировались повел их в лагерь показали в лагере очень удивляются а что вам здесь и спят? а что вот здесь и спят? здесь спят а как здесь спят? ну вот и когда много то и вверху и внизу даже спят ну сейчас ненадозум вроде меньше сейчас внизу никого не спят а немножко на верху хватает места из чего построено там построено так дешево но грозно покачались на качелях там некоторые девчата потом пошли на место где крестим Там посидели немного, поговорили, там Игнат Тихонович им там немножко поговорил, дал наставление. Но время уже было пятый час на службу, мы пошли быстренько уже в храм. Вечером молились в храме, они отдельно пели с левой стороны нашего родителя. Пели они, конечно, хорошо, профессионально, у них хороший регион, девушка, значит, хорошо ими руководили. Мужу вечером пели, залетели ласточки у нас, живут там. И когда они поют, то ласточки тоже стали петь, до того черрика. Но кто будет, зайдет, можете посмотреть на интернет, как они там, слышно хорошо, как они летают, как садятся ласточки там на это. И все, они говорят, потом-то рассказывают, я им петь, а они все, их смех, девчонок, они им смеются. А в это время петь надо, они там кто это, даже сбивалось в пение, так что. А ласточки прям летают, они как бычая, они там летают. Но вечером помолились, а вечером один батюшка приехал, отец Олег из Романова, мы с ним служили вместе. После этого я их завел к себе всех, накормил их. Пельмени я настряпал к этому, приготовил я, тысячу пельменей настряпал. Покормили их всех, и тогда распределили, где ночевать им, там у меня четверо, трое ночевали у меня, и по деканате, и остальных всех там. Распределили в школе, спали там, на квартирах у кого. Всех, они потом вечером еще спевку делали, долго там эти, певчие-то. Ну а утром тогда уже, я ушел пораньше в храм, пришли по деканатам, приготовили для владыки облачения. Ждали, владыка приехал, к восьми часам владыка приехал. Как обещался, ровно к восьми часам. Где-то без пятнадцати, это семь было, он уже приехал. Восемь, восемь, без пятнадцати, восемь было, приехал. Чтобы не нажми эту, смотри, цифры бегут. Ну вот, началось у нас богослужение, облачили владыку, все это было тихо, так потихоньку, по чину, как это положено. Владыка облачался, в это время хор поет там определенные песнопения, какие должны быть для облачения владыки, когда он одевается. Ну и началась у нас литургия. На литургии еще были, значит, с Мамонтова настоятель приехал, свято-владимирского храма с села Мамонтова. И из города с ладыка был и ромонах Филарет, и протодиакон с ним. Ну, все, благословились. Служба просла очень хорошо, молитвенно, спокойно. Обычно архиерейская служба бывает, это не молитвенно, а именно служба бывает. Потому что где-то что-то сделали не так, архиерей начинает расстраиваться, там это уже негодовать. Ну, а тогда уже идет все, о молитве разговора уже нет, только как бы что не попасться под горячую руку архиерея. А это спокойно было, нигде никаких не было, все и подекона знали свое дело, что вовремя подать. Там даже наши, там кто Ерема прислуживал, там удадут то жертвы держать, то что это. Все хорошо прошло. Так, простите, кто-то мне это... Сейчас я отвечу. Он тебя назвал? Прислуживал? Да, позвони, попозже перезвони. Вот он прислуживал у них, и это наш. Приближать не надо, просто лучше самому подойти. Ну и все, после службы, когда закончилась служба у нас, отслуживали все, кто имел к этому желание. Игнатий вщице в алтаре снимал все наши богослужения. Вот, но он стоял с той стороны, то больше меня видать только мою ризу, крест на моей ризе. Больше, лица почти моего там и не видно. Он с той стороны, с той стороны там было зайти еще с той стороны, а он все-то с одной стороны, на архиерея, на батюшек, а меня-то я спиной стою как раз. Ну, служба закончилась, владыка потом сказал проповедь небольшую, обратился, там, достащим отец Аким и уважаемый Игнатий Тихонович, братья и сестры. Ну, и сказал слово наставление на сегодняшний день, какое было, это была неделя осляку. После этого пошли мы вышли в спортзале, где у нас была, торжественная часть, там недолго. Я рассказал кратко историю основания поселка, какие трудности были при основании, как сейчас, сколько есть. Там были развешаны фотографии прошлых лет, некоторые выдержки из газет я приклеил. Теперь документы о том, что принято решение восстановить поселок Потеряевка за подпись Сурикова. Вот, этот документ пока был. Губернатора. Губернатора, да. Ну, и после этого пошли на трапезу, по трапезничею, сестры трапезу приготовили, хорошая трапеза была. После трапезы концерт был, наши там некоторые сценки, песнопения Потеряевские, ну, небольшие, недолго. Потом эти спели песнопения, вначале там они духовное спели песнопения, потом в конце они говорят, так как праздник День Победы, спели, значит, День Победы. Вот, они спели, потом было предложено спеть, значит, вариант нашего на эту же музыку, а у них с ними была пожилая женщина-пианистка. Вот, она на пианино играет, на пианино, там, и она здесь же набрала, так же, и давай, они спели, значит, наш вариант. Они помогали, семинаристы спели все. Ну, все, после концерта стали, значит, разъезжаться, Владыка первый уехал, потом повели этих семинаристов всех на пруд, на лодках. покататься, они просили заранее, я договорился, лодки дали лагерь, и у меня там на лодках покатались, а там уже туши заходят, дождь, стали скорее торопиться все уезжать. Ну, проводили мы их все, все по-хорошему, веселые, все были радостные, довольные. Я потом спрашиваю Машу, как, довольны, говорит, все, интересно, говорит, там, потеряешь, все интересно. И ласточки, в храме ласточки живут, летают ласточки, в храме все, говорит, и люди интересные, говорит, там, показалось им интересно. Ну, вот так вот, и все. Звонила Нина, расскажи. Она звонила мне, она все рассказала. Сегодня? Сегодня звонила, она звонила, что вышли все, она стояла в притворе, и вышли прихожане, и сказали, батюшка сказал, чтобы это, из храма вышла, чтобы в храм не приходила. Пока ты не уйдешь, не будем начинать молиться. Запирать на замок будем храм, как сказали. Да, если ты не уйдешь. Ну, что, она вышла на улице, стояла. Ну, правда, говорит, холодновато было, немножко продрогаю. Я говорю, ты когда пойдешь, сто раз, ты одевайся в тепле, возьми дождевик с собой, зонтик с собой возьми. Вот. И напротив дверей там остановись и молись, а стоя на улице. Ну, ладно, ну, все. Я позвонил Филарету. Он приехал, я звонил в те дни, а его не было, они уезжали в баре, в Италию. Вчера он приехал, прилетел. Ну, я ему все сказал, да что ты, да что ж такое-то. Говорит, ладно, я, говорит, сейчас это, я с ним поговорю, говорит. Я говорю, ну, ты потом обзвони мне, говорит, ладно, хорошо. Да я вот так, говорит, да что ж такое, говорит, какой... Ну, он, говорит, такое есть, он, говорит, больной, говорит. Характеристика уже пошла. Ну, все, ну, я говорю, ты как-то, я говорю, мне поехать с ним как-то поговорить. Я его приглашал к себе, я его по телефону пригласил на день деревни. Он так, да не знаю как, да приезжай, говорю, ну, что ж, архиерея будет, помолимся вместе. Он не приехал. Ну, вот так вот и все, пока, значит, на этом. Я говорю, ты не находи, только пойдешь, говорю, раз, заранее пригласил, возьми, плащ с собой, там, в зонтик возьми. Пойдет дождь, ты плащ, надень зонтик и стой с зонтиком, молись, и все. На улице прямо, не приходи даже, не поднимайся на крыльцо. А с нами стоят, говорят, о, это, наверное, уже что-то конец. Я говорю, это не конец, только начало. Это начало всему еще только, подождите. Дальше будет раскручиваться по-другому. Я ему филарит, говорю, говорю, как же я неразумно, батюшка. Так это, вы понимаете, сестра, она имеющая, я говорю, уже духовное образование имеющая, значит, занятия, понимаете, знающая священописание, святых отцов. Она могла бы быть какой помощницей ему. У него община там нет, там 5-6 человек их постоянных. А он-то, говорит, так она бы могла и воскресную школу. Конечно, я говорю, она могла и воскресную школу вести, спокойно. Ну. Ну, вот это. Вот так вот. Я и сказал, будут выгонять только так, чтобы тебя побили камнями и вытащили за город. Не уходи. Стой, не жалуйся, а говори, я грешница, помолитесь за меня. Вот 4 слова можешь сказать. Ну, она выгоняет, ты стой напротив двери храма и все, внизу стой и все. А кто, что, запрети, кто-то на улице стоять, кто-то никто. Вон возле каждого храма бомжей стоит, сколько там толкутся, ничего, их никуда не угоняют. Они там и пьют, и матерятся. Вон, округ, ни кто их, ничего. Дерутся между собой. Из-за места, которое возле храма. Ну, вот так вот и было дело. Вопросы какие еще? Можно дополнить по потерянке, Игнатий Кайфович? По потерянке можно дополнить? Ну, давай. Ну, я вообще первый раз была на служении с епископом. Я никогда не видела. Папа, пока что тут голод был. Вот, и служба как-то прошла быстро. Мы вот молились, что ли, вот были окрыленные молитвой. Я даже не устала. Понимаете, как ты обычно думаешь, вот с архиереем плюс праздничная служба, так это будет не два, а три, наверное. Я даже не знаю, сколько она была. Но прошло все быстро. Так мне понравилось. Епископ у нас такой вот симпатичный. Такой вот он, знаете, лицо у него доброе. Не хмурый какой-то. Вот он уже в возрасте человек. И видно, что открытое лицо-то. Ведь видно у людей по мимике, которые вот уже в возрасте. То ли недовольный человек был большую часть жизни, то ли наоборот. Вот, и епископ на меня, например, воспроизвел... Такое впечатление воспроизвел хорошее, доброе. Видно, что верующий человек, что вот молится он как-то. Когда вот он стал батюшкой, там, да, Игнать Тихонович, поздравляем, там, с днём деревни, с праздником, всё. Ну, прям приятно так было. Ласточки летали. А вот эта вот женщина, которая, батюшка, сказал, играла, это хорист там, Лидия Ивановна, я её знаю. Мы в музыкальную школу, вот, Леониду вводим на скрипку. Так её внучка с нашей Леонидой учится у одного преподавателя. И тут какая история-то, батюшка детей-то... Нет, я с ним. Да, хоровиков-то всех повёл в лагерь. А я слышу, в келье-то убираю, выметаю пыль столбом, всё выметаю, слышу голосок. И кто идёт так нам? Я так выхожу из кельи, оп, и тут батюшка, и народ, и всё, и батюшка им показывает кельи, и я стою так бочком-то смотрю. Мальчишка-то вот, который, как вы говорите, и подьяканный, он так раз повернулся на меня, сфотографировал. Я говорю, ну, так вот грязную-то и сфотографировал. И слышу, меня кто-то вот, как бы, зовётся так за руку. Я оглянусь, о, Лидия Ивановна! Понимаете, как? А она вот с ними-то приехала. Говорю, вы ехали в неизвестную деревню. Потеряевка, что за Потеряевка, да, съездим, посмотрим. Вы, говорит, тут встретили уже троих знакомых. Она знает, значит, Петеримовых, Машу Барабаш, и ещё и меня. Я говорю, это уже семья, это уже не просто неизвестная деревня. Ну, было всё, знаете, ну, не знаю, может так говорить, нет, благословенно. Было всё очень хорошо, мне так понравилось. А другим это полезно было посмотреть? Ну, я считаю, полезно. А полезно? А почему не записано это? А вон там сидел сейчас один человек с бородой. Он меня не поздал с собой и не сказал ничего. А дети-то такие, вот батюшка говорит... Он не сказал ничего. Я не знал, что они пошли туда. Ага. Они такие, что прям тут спать? Он батюшка, ну да, что прям так спать. У меня уж смешно, да как так? Батюшка говорит, ну матрасы постелим. Да просто не будет на всё, как это. По современней. Пошли они на качели, ага, на качели. Да смотри, на бум полезли эти и подьяконы. На бум полезли, да она, девочка одна там, у них самая младшенькая она, ей лет 15, наверное, или 16. Я у Маши спрашивала. И она залезла на бум, там 2-3 шажка, всё, спрыгнула. Страшно ей. А и подьяконы, они по буму-то это рассекают. Игнатий Тихонович, вот обратил внимание, застёгнуты. Они пришли, правда, вот ребята полностью застёгнуты. А у и подьяконов, ребята хоровые, они в рубашках были. А и подьяконы, у них какое-то, видимо, особое вот этот, костюмы. Знаете, как вот до сюда всё застёгнутые, чёрные такие костюмы. Ну, в общем, всё так хорошо было. Вот помянули Леонида. Кто Леонида? Ну-ка, подними руку. О, а кто Левия из вас? Я. Вот, покажи её. А кто Агния? Вот они. Батюшка. О, да. Всё бы было заснято в лагере и пошёл по деревяннице, а ты меня сказал, повёл. Ты меня, ты там занят, я что сказал там? Да там нечего заняты. Да вот все говорят, интересно было бы. И в лагере, и везде. Ну, сейчас не повторюсь. А я уже увидал, только вы идёте от лагеря туда. Я тогда спохватился и там на берегу заснял. Ну, ладно, всё уже, прошло дело, что тебе? А ещё один интересный момент. Батюшка, когда в лагерь-то пришёл с ребятами, с хоровиками, а у них Легин. Я думала, Лидия Ивановна с ними как старшая или как. И вот они так прошли, и она такая девушка там, Марина её зовут, Регин. Ей 26 лет, она такая. Так, посмотрели, за мной. И они все там пошли за ней. Так, это смешно было. Ну, как она руководитель, они, сколько лет уже. Они слушаются, всё, молодцы. Как она, батюшка говорит, как она вот это вот. Мне понравилось, как она руководит этим хором. А ещё, батюшка, мне понравилось дьякон или кто? Вот и под дьякон, я не разбираюсь. Который вот громко пел, и вот так вот он нам рукой, это вот это вот жестом, вот это вот отчина, чтобы мы все так струнно пели. Который служил-то с нами служим, но это протодиаком, да. Вот, и он вот этим вот жестом нас, знаете, дисциплинировал, чтобы мы никто в лес, кто по дрова-то пели. Все так чинно пели, замечательно. Так что вот такие впечатления. На форум, на наш. Я сегодня утром выставил, это в первых числах. Написано хоровое пение. Надо посмотреть. Самый юный дирижёр в мире. Ну, пацанёнок, примерно, вот такой вот. И как он большим хором управляет. И как он это, какие жесты делает, как. И потом перед народом раскладывает. Дирижёр. Как он тонко чувствует. Дирижёр. Дирижёр, это не просто так. А потом показывает оркестр, играет. И одна девочка поёт корейское. Тоже интересно. Потом один хор, какой-то хор в каком-то месте. Сейчас могу даже не назвать его. Но я так глянул, я не знаю, примерно тысячу певцов. Ой-ой-ой. Это зайди, только обязательно посмотри на форум. Хоровое пение? А? Хоровое пение. Ну, написано пение, хором или хоровое пение. Ну, прям сразу, в начале нашего форума где-то. Ой-ой-ой. И как они когда поют и показывают по отдельности люди. И конца не видать, сколько их там. Это где-то же можно набрать-то было столько. И все, ну и дирижёр перед ними. А когда играет дирижёр, и как они, и какая музыка. Ну, это пока Стравинского где-то. Я не слышал такого. Это как фильмы где-то ставить. Этот, который дирижёр, они как-то как бы внизу там. А эти, хористы-то, это вверху, это там построить это надо как было. И как они играют, какие звуки, когда это издают. А я вчера, одна на меня вышла, я 6 или 7 лет, говорит, училась. Просится, потеряй. Я говорю, у нас есть девочка одна. У неё 86 наград-то. Ну, и взял, прилепил там, где Левия выступает. Она посмотрела, о-о-о, это такой талант развивать надо. А потом сама нашла, говорит, а я, говорит, ещё нашла, загуляю. Вот там, говорит, Леонида на скрипке. Так у них вся семья выходит такая талантливая. Это уже ночью ответил, я утром нашёл. А Тараси на чём играет? Как бы ни интернет, ещё бы ни показал. На гитаре. На гитаре? Хорошо. Тараси на гитаре играет. Она хочет приехать в лагерь, но 1 июля ей сдавать экзамены в Санкт-Петербург лететь. Она недавно приняла, говорит, крещение, выходит, неправильно я приняла. Но везде это вот всё, что-то масоны, то-другое, то погибнуть можно. Я сейчас ищу, как бы вырвать это из-за этого. И вдруг я стал искать православное поселение, она толкнулась на потерявку-то. Ещё и 17 лет-то. Я маме говорю, а мама сказала, пока не кончишь университет, никуда. Ну как быть-то? И она всё это спрашивает, я говорю, ну ты сама смотри, 10 июня, лагерь открывается, две недели ты можешь побыть и улететь тогда. Переписка такая. Ну что, у нас время кончилось? Да. Поблагодарим Бога. Попали с нами, батюшка. Что всем запратишь. Боже, милостью будь не грешен. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй. Так, самая маленькая слева, стань, коло меня. Это из одной семьи, а ты справа, вот сюда, коло меня. О, а, дня самая маленькая сегодня. У нас такой порядок в лагере. Отец Небесный, великая тебе благодарность за этот воскресный день, за твою победу над смертью, над грехом. Благослови нас, пошли добрые жители в селение наше, расширь пределы общим. Дай еще нам священника и место для занятий. Благослови нашу страну, даруй мир Израилю, Украине и России. Благослови детей Твоих, убиваемых по всему лицу земли. Откроем обители неба. И нас помилуй, милости Твоя ради. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву во издеяния рук, как жертву вечернюю благоухания, приятная перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву во всех, заповедавших нам молиться о них. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушай и слышит, радуй. Аминь. Аминь. Вот, по славу Божию. Спаси Христос. Слава Христос. Спаси Христос, батюшка.